Рождение каждого из этих детей стало настоящим чудом по разным причинам, начиная с очередности появления на свет. Первым стал малыш, который оказался первенцем в семье. Второй – вторым ребенком у мамы с папой. Третий младенец, соответственно, третьим в семействе. А четвертая девочка стала долгожданным подарком для Натальи Синенко, ее мужа и троих сыновей. Ждут вообще, не дождутся. Там сестренка, а средний, так вообще, мама, когда? Все новорожденные в своих первых новогодних костюмах, в белокрасных конвертах и шапочках. Эти наряды – традиция перинатального центра. Есть и другая. В первый день года малыши и их мам навещает глава Сочи Анатолий Пахомов с подарками. А от Лиги женщин МОЗДОБРА подарки уже для специалистов перинатального центра. Высокотехнологичный японский аппарат для скоростного и точного анализа крови. Позволяет за три минуты обработать 150 проб. А вообще, за 8 лет сотрудничества с врачами эта организация передала в дар более 15 единиц современной диагностической и лечебной техники. Именно такие дары помогают максимально снижать младенческую смертность. Вот и пример. Пятая девочка, родившаяся в первые часы Нового года. Масса критическая – 870 граммов. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, он же акушер-гинеколог высшей категории, сам провел операцию. Сегодня мы создаем, и у нас есть такая возможность в нашем перинатальном центре, в Сочинском, создать все условия, которые приближены к утробе матери. И перинатальная смертность минимальная. Для Светланы Роговой роды ее третьего ребенка также наступили раньше, чем она предполагала – почти за новогодним столом. Но ситуация ее искали не выбила. Салаты, столы, все хорошо. Новый год спраздновали и поехали. И поехали. И вот приехали в 5 утра. Светлана говорит, что не особенно волновалась, потому что доверяет врачам. В профессионализме специалистов перинатального центра уверен и глава Сочи. Замечательные кадры, хорошие люди, самое это главное. Ну и, конечно, оборудование, которое сегодня позволяет это все реализовать. Наши горожане, наши мамочки, они верят в будущее, в хорошее будущее и рожают, потому что они уверены в том, что все будет хорошо. Если в 2015 году в Сочи число новорожденных состояло из четырех счастливых семерок – 7777, то по итогам 2016-го цифра не такая эффектная, но выразительная – 8400 малышей. Для сравнения, 8 лет назад она была почти в два раза меньше. Что касается следующего года, то он принесет другое качественное изменение. Будет введен в эксплуатацию новый перинатальный центр. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.